И всем привет ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас необычный игровой видеоролик, в котором мне бы хотелось бы затронуть такую тему, которую я затрагивал возможно где-то около полугода назад, поговорить сегодня про опыт в нашей игре, про то как двигается мой подъем легенды, как вы знаете у меня уже 95 легенда, да если и не знаете, то вы в принципе на экране прямо сейчас все это дело видите. Сегодня хотел бы поговорить на эту тему, рассказать про опыт в игре, как он у нас вообще сейчас поднимается, насколько быстро все это дело двигается нежели это было у нас раньше, с чем это связано и многие другие интересные вопросы затронуть с этой темой, которые у меня появились в голове, которые я думаю что есть в голове именно таки у вас и обсудить определенные вопросы по набору опыта. В данном видеоролике очень сильно мне хотелось бы все это дело вам рассказать. Если вам нравятся игровые видеоролики, если вам нравятся видеоролики, которые связаны с разговорной тематикой, как например данный видеоролик, если вы меня поддерживаете, не забывайте прожимать лайки, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ну а я в свою очередь давайте уже наверное пикнуть в какую-то катку, сегодня тут хорный-то рикошет взял, заодно потестить, посмотреть как он вообще себя будет двигать в катке. Ну и начать хотел бы наверное данный видеоролик с того, что у нас в игре в последнее время, да, если немножечко, ну даже не в последнее, наверное лучше сказать, в где-то полгода назад, да, где-то полгода назад, у нас в игре не было никаких дополнительных акций, не было никаких дополнительных изоляций, вы помните, я записывал видеоролик, если вы смотрите меня довольно-таки продолжительное время, вы помните, я записывал видеоролик, в котором говорил о том, что у нас в игре сейчас опыт набивать очень сложно. Я жаловался по этому поводу, я говорил, что в каких-то моментах это даже выглядит очень даже несправедливо, то что раньше можно было быстро набивать опыт, быстро можно было поднимать легенду, но все это дело закрылось, накрылось и набивать опыт стало гораздо тяжелее, и в матчмейкинговых битвах, как вы знаете, дают теперь опыт значительно меньше, да, но это уже было на тот период времени, да, все меньше, медленно набивается, легенда не поднимается. Я говорил о том, что скорее всего, я даже никогда не смогу дойти до сотой легенды на тот момент на записи того видеоролика, если я не ошибаюсь, у меня была 90-ая легенда, это была юбилейная, я записал на эту тему видеоролик и сказал о том, что сотой легенды у меня в игре, ну, скорее всего, вообще не будет, я не смогу до нее дойти, потому что относительно у меня на тот период времени, когда я записывал тот видеоролик, ну, не хочу соврать, но это где-то было около полугода назад, у меня на тот период, Времени, легенда Одна поднималась там, ну хорошо Если там за полтора-два месяца Да, то есть вообще быстрее она никак Не могла подниматься, да И все это дело было Очень-очень сложно Нереализуемо практически И у меня, ну в каких-то моментах Даже наверное с этого сгорало Я негативил с этого То, что у меня легенда не поднимается Как вы знаете, что за каждую легенду Дают еще плюс 40 тысяч кристаллов Да и я сам хотел как-то поднимать больше опыта А не акцентировать там свое Большое внимание на какую-то там эффективность И на все это дело Но, как только у нас В мире Произошла такая, ну не самая приятная ситуация Как вы знаете, да У нас разработчики игры Начали делать всякие интересные Фанды поднятые, да, повышенные И начали повышать Опыт в боях То есть соответственно с каждого боя вы начали Формить больше Очков, вернее С каждой катки вы начали фармить Больше опыта Соответственно Ваша легенда стала расти проще И в этом плане у вас стало Ну, намного, намного приятнее Все дело продвигаться Как вы понимаете Я уже на данный период времени Имею 95-ю легенду И несмотря ни на что У меня уже легенда сейчас Намного быстрее поднимается И как вы знаете Уже, ну Если все так продолжится То, наверное До соточки я дойду к концу лета До соточки дойду И для меня Это стало, ну Таким моментом Про который, ну Я не мог не рассказать Я не мог на данный период времени Не записать видеоролик Не сказать Почему все это так дело произошло Как Как Вот Я Если, например Да Какой-то период времени Назад Думал о том Что Ну вообще Нереально быстро Все это дело поднимать Нереально Расти с этой легендой Так как Я мог расти раньше То Сейчас, например Я понимаю Что До сотки дойти Ну Раз-два И я дошел до нее Я Настолько быстро поднимаю Сейчас опыт Из-за того Что все эти коэффициенты Поднялись Плюс у нас в игре Появились Дополнительные супермиссии Которые я бью Да Каждый день По 10 тысяч очков Соответственно Это Порядка Где-то Наверное 15-20 тысяч Опыта Да Потому что вы знаете Что Сейчас вы поднимаете Там грубо говоря 560 очков А можете там поднять До тысячи До полторы тысячи За 7 минутную катку Опыта Да То есть Если я бы сейчас был бы На версии HTML Я бы вам показал Что там За одну катку Сколько можно поднять От этого опыта Но я С флэш-версии Зашел в игру Ну и если вы Как бы следите И играете Вы сами Все это дело Замечаете Да То есть Сейчас По сути Ваш коэффициент Ухудшается Если вы постоянно Играете Но зато Опыт поднимается Ну прям реально Очень 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 быстро И соответственно Если вы гонитесь За новой легендой Вам сейчас Играть очень выгодно Плюс ко всему этому На момент записи Видеоролика Уже анонсирован Анонсированы праздники И скидки Которые у нас будут На день рождения танков Да И то что вообще будет у нас У нас будет Х2 опыт То есть если сейчас На момент записи видоса В боях у нас Х1 75 То будет еще больше Опыта в боях То есть С одной матчмейкинговой Семиминутной катки Вы можете поднимать Порядка Двух Тысяч Опыта То есть По сути Если вы там бьете Больше Пятьсот Опыта Пятьсот очков Вернее Не опыта В одном матчмейкинговом бою Соответственно Опыта вы получаете Около Двух Полторы Двух тысяч Это Нереальнейшее Большое количество И если например Вы Гонитесь за Новые легенды И хотите получать Например за каждую Новую легенду Вот эти вот 40 тысяч Кристаллов Которые можно Получать То это Реально Жесткий буст Реально Жесткий буст То есть По сути За Получается 100 каток Матчмейкинговых Вы можете Поднять себе Новую легенду По Моим меркам И по моим Подсчетам Это даже Быстрее Чем можно было Поднимать легенду Раньше То есть Если постараться И поиграть Мне например В том же Темпе Как я играл Раньше Как я играл Про битвы Да То я по сути Смогу Зарабатывать Легенду Новую И поднимать Опыт Намного Намного Быстрее И да Если там Я поставлю себе Цель То я могу Поднять Эту сотую Легенду Как я сказал Не в конце Лета А могу Поднять ее Через месяц Грубо говоря Да Если это Конечно Ну Ну Надо Да Хотя Можно даже Поставить Может быть Даже Такую цель А давайте Короче Друзья Если на данном Видеоролике Набирается Ну сколько Лайков Сколько Может быть Набраться Давайте 500 500 Ну если Реально Захотите Давайте 500 Наберем 500 Поставил Нереальные Задачи Но если Реально Интересно Если Реально Захотите Захотите Поставить Большое Количество Лайков Да Я уверен Что Ну Видеоролик Там Собирает Тысячи Полторы Две Просмотров Если Интересно Давайте 500 Лукасов Набираем На этом Видосе Я За месяц Постараюсь Добить 5 Легенд Если Вам Давайте Так Давайте Такую Цель Поставим Поэтому Друзья Что Я могу Сказать В дополнении К этому Всему Опыт Реально Фармится Быстро Реально Как я Уже Сказал Если Сравнить С тем Временем Когда Я Играл Постоянные Про Битвы И акцентировал На всем Это Дело Внимание И говорил О том Что Фармится Быстро Если Там Играть Про Битву Играть Все Это На Постоянной Основе А потом У нас В игре Произошла Такая Веч Что В матчмейкинге Наоборот Пофиксили Понятие Опыта И я Там Грубо Говоря За месяц Как я Уже Скал Полтора Поднимал По Ну Хорошо Там Пол легенды Пол легенды Я поднимал То Сейчас Ситуация Совсем Другим Образом Обстоит И Понятное Дело Что Всегда Будут Ребята Которые Негативят В этом Плане Которые Гонятся За Эффективностью И Страдают Из-за Этого Но Я Для Себя Вижу В этом Реально Позитивные Вещи И Вижу То Что Ну Пофиг На Эту Эффективность Я Не хочу Обращать Внимание Не хочу Гнаться За чем Либо Я Для Себя Ищу Позитивные Вещи Понимаю Что Дополнительно Я Формлю Дополнительно Я Иду К Сотые Легенды Да То Я Не скажу Что Это Моя Реально Цель Но Хотелось Бы Реально Поднять Я Думал Что Это Будет Через Длительный Период Времени И То Что Я Не смогу Быстро Все Это Дело Поднять А Сейчас Для Себя Я Отлично Уже Понимаю Что Данная Цель Не Я 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 Реализовать В Ближайшие Пару Месяц Именно Таков Посыл Данного Видеоролика И Если Ребят Вы На данный Период Времени Не Знаете Как Где Чего И Зачем Вам Формить Опыт Да Если Вы Реально Ну Например Там Имеете Хорошее Вооружение Вы Хотите Быстро Поднять Там Например Какую Звонку Для Того Чтобы Себе Прикупить Что Либо И Например Вы Думаете О Том Что Блин Я Зайду В Прошки Потому Что В Прошки Опыта Получаю Больше То Я С Вами Не Соглашу Я Вам Скажу Что На данный Период Времени В Матчмейкинге Вы Будете Получать В Баю Опыта Больше Чем В Любой Пробитвы Ну И Соответственно С Теми Коэффициентами Повышенными Фондами Вы И Кристаллов Будете Получать В Разы Больше Поэтому Ловите Момент Поднимайте Опыт И Кристаллы Те ребята Которым Это реально Необходимо Но Те ребята Которые Гонятся За эффективностью Вам Я Ну Наверное Соболезную Соболезную Да У вас Тяжелые Времена И В эти Тяжелые Времена Нужно Просто Придумывать Как Не Получать Этот Опыт Много Есть Всяких Интересных Схем Которые Я думаю Что Вы На данный Период Времени Знаете Вы Знаете Как Это Все Можно Дело Использовать Обходить Да Использовать Диктаторы Использовать Определенные Дроны Которые Не дают Опыта Дают Просто Очки Ну И Соответственно Поднимать Также Продолжать Интересный Замечательный Кэффициент Вот Такой Видеоролик У нас Друзья Получился Если Он Понравился Если Есть Что Сказать По этому Поводу Жду Ваши Комментарии Жду Ваши Лайки Цель Я поставил Друзья Если Она Реальна Ну Просто Давайте Посмотрим Давайте Проверим Я не знаю Честно Да Я не знаю Возможно Это Все Сделать Невозможно Это Сделать Если Возможно То То И Окей Да То То Мне Ипотеть Не Придется Это Хорошо Если Реально То Давайте Посмотрим Давайте Посмотрим На Все Это Дело Не Забывайте Подписываться На Канал Нажимать На Колокольчик Дабы Ничего Не Пропускать Ну А С вами Был Мистер Ванька Друзья Всем Спасибо Для Просмотра Всем Удачи И Всем Пока